Здравствуйте, в эфире телеканала Север, программа актуальное интервью в студии Любовь Пермякова. Недалеко от поселка Искатели обнаружены следы бурого медведя. Почему все чаще косолапые выходят к людям, узнаем прямо сейчас. Сегодня у нас в гостях координатор проекта Всемирного фонда дикой природы Сергей Уваров. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Рад видеть вас в студии. Почему все-таки мишки уже перестали бояться людей? Ну, мишки не перестали бояться людей. То есть это, скорее всего, какие-то... Единичные случаи. Естественные, да, процессы. Ну, нужно отметить, что у нас в округе есть два вида медведей. Одни бурые медведи, вот про которых вопрос был задан. Вторые — это белые медведи. Ну, по бурым медведям надо смотреть данные, то есть это охотничий вид. Там есть специальная система учётов. И насколько я знаю, насколько я сейчас информировал, эксперты говорят, что численность бурого медведя сейчас в таёжной зоне, она растёт. Интересно стало. Ну, да, то есть идёт борьба за ресурсы. Соответственно, они начинают больше питаться копытными, больше приходить... Ну, вот если про тайгу мы говорим, то там, соответственно, происходит сокращение численности лысей. А если говорить, допустим, про нашу зону, то, естественно, они будут приходить туда, где есть люди. То есть они приходят к оленеводам, туда, там, где есть олени. Они больше движутся к тесне, к человеку, потому что есть доступ к корму. И, естественно, когда рядом с населёнными пунктами есть ягоды, там, грибы, там, растительное печенье, они тоже будут сюда приходить. Но вообще, как бы, в целом, медведь — это такое животное, которое старается избегать человека. Вот. И встретить его вот так вот, ну, лицом к лицу, это, ну, это вероятно, естественно, в любом случае. Но это очень редко может произойти. У нас всё чаще стали видеть, да, поблизости каких-то посёлков, мишек. Ну, вот мы, допустим, больше наша организация, Всемирный фонд дикой природы, озабочена тем, что именно белые медведи приходят в населённые пункты нашего региона. Причина основная, конечно, заключается в том, что они, есть явные отличия между белым медведем и бурым. Потом то, что... Они более опасные, да, считаются, белые медведи? Я бы не сказал, что более опасные, но вероятность встречи, близкая встреча с белым медведем в любом случае может привести к какой-либо трагедии с двух сторон. И мы не готовы... Ну, и население, которое проживает, естественно, они... защищаются, но основная проблема заключается в том, что белый медведь — это редкий вид, а бурый медведь, как я сказал, уже охотничий. То есть на буром медведе можно получить лицензию, в случае, там, опасности для жизни можно, там, допустим, доказать это каким-то образом, да, то есть и тебя не привлекут к уголовной ответственности. Если мы будем говорить про белого медведя, то любая потеря особи белого медведя — это урон для государства. Прежде всего, это ресурсы, которые... В данном случае животный мир — это тоже ресурсы, которые есть у государства. Ну и охота на буро белого медведя в нашем году была запрещена в прошлом столетии, с 1956 года. Сейчас, ввиду того, из климатических изменений, площадь льда в Арктике сокращается, в Российской Арктике, естественно, она, так как наша часть большая, ещё больше сокращается. Соответственно, увеличилось расстояние, которое белым медведям приходится преодолевать во время, когда этого льда нету, и приводит это к тому, что белые медведи начинают концентрироваться на территориях островов, прибрежной части, и, соответственно, они уже начинают приходить в населённые пункты, особенно в те населённые пункты, в которых есть открытый доступ к отходам, ну, прежде всего, к пищевым отходам. Но как бы специфика медведя заключается в том, что основной его корм — это тюлени, вот, и люди, естественно, тоже добывают в своих целях тюленей, запах его белый медведь ощущает на расстоянии до 40 километров, то есть любой там дурнопахнущий тюлень или кит, или там морж выброшенный, он сразу привлекает этих животных к себе. Вот, и для того, чтобы вот как раз защитить и людей, и медведей, мы ведём работу с администрацией региона, ведём работу с сельсоветами, ведём работу с жителями, которые проживают вот в этих отдалённых населённых пунктах. И также есть у нас другие объекты, это, допустим, промышленные комплексы, это метеорологические станции, на которых тоже живут люди. Ну и, к примеру, вот, допустим, в этом году что мы делали? Мы весной проводили облёты, то есть на вертолёты совместно с представителями администрации, департамента природных ресурсов, Центра природопользования, с учёными из Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, это ведущие специалисты именно по белым медведям в нашей стране, наши отечественные эксперты. Считали медведей, хотели провести работы по обездвиживанию, но ввиду того, что у нас был открытый лёд, мы не смогли этого сделать. Прилетели в населённые пункты, такие как Варнек, Амдерма, Усть-Кара, встречались с людьми, встречались с жителями, которые готовы отпугивать медведей, с ними вели диалог, залетали на метеостанцию имени Фёдорова. И помимо того, что мы ввели вот эти работы по учётам, мы также рассуждали с ними о том, что можно сделать для того, чтобы обезопасить как людей, а также самих людей, которые отпугивают этих медведей, ну и также людей, проживающих на таких объектах, как метеостанция. Естественно, как бы у каждого населённого пункта есть свои особенности. Ну, к примеру, если мы говорим про Варнек, то это буквально 20 домов в две стороны, то есть небольшой участок земли, в котором проживают порядка, там, постоянно порядка 40-50 человек, зарегистрировано 104. Или мы говорим про Амдерму, в котором огромные площади, половина домов нежилых, есть промышленные объекты, действующие, недействующие, то есть и площадь этого населённого пункта гораздо больше. Или, к примеру, метеостанция, где вообще всё компактно, там три здания и всё рядом. Соответственно, и подходы разные. И наша организация стремится к тому, чтобы люди, которые проживают на местах, они были сами защищены и могли сами отпугивать животных. Вот в этом году с северо-западным УГМС, это служба, которая курирует все гидрометеорологические полярные станции в нашем регионе, запустили такой пилотный проект о том, чтобы оснастить метеорологов системами наблюдения, системами освещения и искусственным ограждением по периметру метеостанции. Вот такое ограждение силами сотрудников УГМС и привлекаемых специалистов и волонтёров, которые были из Архангельской области, было установлено в этом году. То есть сейчас на метеостанции имени Фёдорова стоит забор. Он искусственный, специально сделан для того, чтобы животные не могли проникать на комплексы таким образом, что метеорологи могли быть защищены. По периметру у них стоит освещение специальное, ну, по периметру здания. И в самом здании по периметру также выставлены камеры, и эти камеры показывают вот как раз те участки, ну, где могут находиться животные. То есть метеоролог, прежде чем выйти, он помимо того, что он знает, что у него есть ограждение, через которое не должен проникнуть медведь. Но мы опять же говорим о том, что это экспериментальный проект, то есть о том, что нужно ещё будет смотреть, как вот он сейчас пройдёт сезон, год. Не должен быть медведь, он выходит, у него есть кнопочки, которые он может посвятить территорию, посмотреть видеокамеру. Животных нету, то есть он безопасен, он может выходить. Сами же сотрудники нам, почему вот именно там поставили, да? Потому что там очень часто бывают животные. Сотрудники обеспокоены, естественно, когда он выходит, у него напротив выхода находятся звери, там, медведица с двумя медвежатами, пускай голодовалыми или двухгодовалыми. Это сковывает, а как минимум работу он не может выполнить. Это опасно. В любом случае это опасно. В случае нападения было ли в последнее время? В нашем округе, слава богу, пока нет. Ну, опять же говорю, пока, потому что не исключаю эту вероятность, и поэтому вот мы столько вот принимаем меры и усилий для того, чтобы это произошло. Вообще, в целом, по Арктике нападения бывают, но они редкие, конечно, потому что людей не очень много в Арктике находятся. Но они бывают, и, как правило, они приводят к каким-то… Если люди остаются живыми, то это приводит к каким-то увечиям, ну, страшным травмам, потому что сила неимоверная. Взрослый белый медведь, именно вот у нас, Карска-Баренцево-Морская популяция, у нас медведи могут достигать там 300-400-500 килограмм. Ну, это предельные такие там. Обычно в среднем где-то 200-250 килограмм особь. Ну, то есть, представляете, да, это только машина. А если с ним, да, столкнешься где-то близко, то обязательно он на тебя нападёт? Абсолютно не обязательно. То есть это зависит от… Вот именно как раз мы, о чём мы говорим, когда мы работаем с населением, в том, что вы должны понимать, с каким медведем вы встретились. Вот непрофессионал, когда он видит медведя, и, ну, человек, который никогда не видел, никогда не сталкивался, никогда не общался с людьми, которые знают, как может повести себя белый медведь, для них вот как раз это проблема, что первое, что необходимо сделать, ни в коем случае не паниковать и ни в коем случае не бежать. То есть это вот прям золотое правило, даже если вы как бы видите, что он совсем рядом, зверь. Потому что у зверя сразу срабатывает инстинкт охотника, инстинкт хищника, и он начинает просто преследовать свою жертву. Вообще белый медведь человека не расценивают как жертву. Ну, то есть мы для них потенциально не объект охоты. Опять же, для них объекты охоты — это морские млекопитающие, это вот моржи, тюлени, там, китов, белух бывает, они добывают. И основной, конечно, корма — это нерпа. Даже если вот морайн, бир, да, говорят ещё морской медведь, почему говорят про белого медведя морской? Потому что большую часть жизни он проводит на льду, а по сути — на море. То есть это морской... Есть такая версия, что их даже причисляют к морским млекопитающим. Хотя он вроде бы не живёт постоянно в воде. Но вообще они могут плавать на очень большие расстояния. Для них это стресс, как... Ну, расстояние, допустим, 20, 30, 40, 50 километров — это, ну, для белого медведя это не страшно. Вот этот слой жира, вот эти все особенности позволяют ему в воде чувствовать себя комфортно, для него не холодно быть в воде. В отличие от того же человека, если поместить там на 4 минуты, он там замёрзнет, утонет, да, грубо говоря. А медведь может несколько часов спокойно находиться в воде, и ничего, его держит вот этот жир, который на нём находится. Возвращаемся к тому, какие бывают медведи. Медведи бывают разные. Самки с детёнышами. Естественно, если они там маленькие детёныши, она их будет охранять. Это опасная группа медведей. Истощённые животные. То есть это животные, допустим, которые могли преодолеть большое расстояние по морю, они бы затратили много энергии, они выходят, они худые. То есть сразу видите, если у медведя какие-то ребра, если он худой, то к этому медведю не стоит вообще подходить, стараться, нужно уйти от него, потому что для него сейчас основная задача — найти себе пищу. И ему тогда без разницы, какая это будет пища. Потом следующая группа — это раненый или больной зверь. То есть вот я сейчас перечисляю всё опасные группы медведей. Это медведи, у которого есть травма, и ввиду того, что у него вот эта травма, она есть, он не может добыть себе нормально свою традиционную пищу, да, и, соответственно, он приходит в те места, где ему проще как бы её добывать. Поэтому вот такие три, скажем так, основные группы белых медведей, которых всегда стоит опасаться. Если вы видите медведя упитанного, то есть таким животиком, таким толстеньким, да, там, то чаще всего эти медведи, они вот проходят мимо, они не обращают внимания, они вообще как бы стараются не подходить к населённым пунктам. Это вот молодые, любопытные они чаще всего приходят, да, потому что они не понимают. Для них это всё интересно. Он вообще любопытный очень сам по себе зверь. Что ещё нужно сделать, когда ты увидишь белого медведя? Говорят, что нужно кричать. Это правда или нет? Говорят... Кто не боится звуков? Вообще, да, в целом они не боятся резких громких таких вот звуков. Но особенность ещё биологии белого медведя и поведение белого медведя заключается в том, что каждая особь, она индивидуальна. А вот встречаясь с людьми, говорят, вот у нас, допустим, он отлично работал, ну то есть испугался там ракетницы, к примеру, там ракетницу использовал человек. Других встречаешь людей, они говорят, вот у нас работал фальшвейер, допустим, то есть резкий яркий свет его как бы испугал. Третьи говорят, что вот просто я пришёл, начал кричать, и он убежал. Я могу сказать так, из общения с экспертами, с теми людьми, которые постоянно с ними встречаются, каждая особь, она индивидуальна. Есть какие-то, ну там, процент вероятности, что вот, допустим, 60-70% будет бояться ракетниц. Но не факт, что к вам завтра придёт медведь, который, допустим, будет вот с тех 30, ему, в принципе, он не обратит на это внимание. Да, то есть, и потом, то есть, каждому медведю должен быть индивидуальный подход. Потом у белого медведя очень невыраженная мимика. То есть, по нему непонятно, по внешнему виду непонятно, что он, какой испытывает эмоцию. То есть, он злится, он, не знаю, агрессивен, он милый, ему всё равно. То есть, это всё вот тоже как бы приходит с годами, когда люди видят этих животных постоянно. Ну, в Вандерме, естественно, они их видят постоянно, поэтому они примерно понимают, вот, что к чему. Но вообще, как бы, если он голову опустил, ушки прижал, движется целенаправленно в вашу сторону, прямо вот, прямо на вас, то это значит, что он уже готов к столкновению, готов атаковать. И здесь вот надо уже, ну, не здесь вообще, как бы, нужно к этому быть готовым. А так, да, поднимаете, так же, как и с буром, поднимаетесь, становитесь, стараетесь побольше, стараетесь. Ну, говорят, что вот, особенно он не любит женского шипения почему-то. Вот, когда шипят там, там вот так вот сильно громкие звуки, при себе желательно всегда иметь. Ну, вот для обычных людей, я хотя бы говорю, что обычным людям хотя бы иметь элементарно сигнал охотника, какую-нибудь палку, там, рюкзак с собой, идёте, вот хотя бы, чтобы палка была с собой всегда. Не надо этой палкой, там, махать сильно, да, то есть надо, чтобы оно просто, её можно было поднять или, там, какое-то расстояние перед собой хотя бы выстоять, чтобы он не мог там явно к вам подойти. То есть, и вот тут у нас недавно как раз на Чукотке была ситуация, когда сотрудники телекомпании РТ были на лежбище моржей, огромном лежбище, там, большое количество животных, их скапливается одновременно, и туда приходят белые медведи. И вот они шли, и как раз из-за сопки, ну, буквально там метрах, там, 15-20 от них вылез белый медведь. И начал к ним идти. И вот там вот как раз такой уже вот волонтёр, как вот у нас есть в Андерме, в Варнаке, в Усть-Каре сейчас, последний раз вот летали, договорились, что там тоже будем формировать сейчас вот группу по отпугиванию белых медведей. Она вот пример того, как человек себя адекватно повёл, расценил правильную обстановку. Это не значит, что все её поступки, вот последовательность этих поступков, она была, ну, что она оптимальная для всех ситуаций. Нет, именно в этой ситуации она знала, что медведь такой-то, что нужно сделать, что нужно поднять там расстояние. У неё был там сигнал охотника, она шипела, другие люди, которые ей помогали. И это помогло им как бы избежать трагедии. Когда я говорю трагедии, я говорю, прежде всего, жизнь человека. Естественно, это самое важное. А второе — это жизнь животного. А у нас в населённых пунктах, вот мы сейчас про метеостанцию я вам рассказал. А вот в целом, в прошлом месяце мы очень много работали в этом году с ВГЧ. Но это не значит, что мы не смотрим на другие населённые пункты. Просто получилось так, что в этом году мы смогли для ВГЧ сделать больше. У нас на ВГЧ есть тоже люди, которые патрулируют территорию, есть люди, которые отпугивают из населённого пункта. Медведи у них, для них куплена техника специальности, выходы. Вот, сейчас мы передлили для них ГСМ, то есть, чтобы можно было заправлять. Сейчас вот закуплено у них средство защиты, это фальшивера, ракеты. Что-то мы им уже отправили, что-то будем отправлять. Рации, ракетницы. Ну и мы ждём, естественно, информации от них, то, что приходило при поступлении, при их приходу у животного. Для чего это важно? Это для того, чтобы понять чистоту. Важно понять, какие медведи приходят, и, соответственно, понять, что можно сделать. То есть, вот если мы знаем, что на Фёдорова... Ну, я вам скажу так, ещё пять лет назад, когда этот вопрос только подымался, никто не знал, что на Фёдорова медведи постоянно находятся. Ну, то есть, метеорологи знали, но они об этом знали. А широкая общественность — нет. То есть, соответственно, как бы необходимости вроде как бы у людей нет там что-то делать, там, помогать им как-то. А сейчас же, как бы, опять же, информацию мы получаем. Во-первых, она полезна для научного сообщества, потому что не понимают примерно, когда медведи приходят. А, во-вторых, это полезно для того, чтобы просто элементарно им помочь. Вот. И вот у нас на сегодняшний день мы сейчас вот в сентябре сделали, закупили вот как раз средства защиты и снегоходы там для Варнека, для медиастанции. И сейчас я вот закуп... А на какие средства это всё закупается? Это всё закупается по разным грантовым заявкам. Ну, вообще Всемирный фонд дикой природы у нас разные источники. В основном мы, конечно, работаем по грантовой системе. То есть если есть какой-то фонд, который предоставляет грант на охрану окружающей среды, или есть компании, у которых внутренние есть политики природоохранные именно по сохранению разнообразия направлений, то мы делаем им заявки, они нам дают финансирование. Также у нас есть средства сторонников. Вот, допустим, по обеспечению конкретно Варнека, в данном случае вот этим патрулированием территории, отпугивание территории, нам помогли сборы сторонников, которые мы проводили. То есть это обычные люди, граждане России, которые живут в любом, могут жить и на Кавказе, и на Алтае, и в Москве, и в соседнем регионе, и также в НАО. Они просто отправляли часть денежек на эту всю работу, а мы по этой работе, собственно, на их деньги совершили вот такой небольшой, скажем так, благотворительный жест. Но цель-то была одна — это сохранение белого медведя, недопущение конфликтов, исключение ситуации, когда бы пострадал человек в любом случае. Вот. Нам удалось это сделать. Сейчас мы переключаемся. Ну, сейчас я вот хотел бы больше отработать уже с Андеремой, с Уськарой, с Буглино. Просто я здесь один. Вот. Я всё не успеваю. Туда надо ехать. У меня сейчас я вот закупил... Потому что я с людьми-то общался, и в Андерме, и в Уськаре, и они говорили, что вот нам хотелось бы, чтобы у нас, у каждого, допустим, вот этого человека, который отпугивает животное, у него был свой, допустим, своя ракетница, свой фальшвейер при деле. Потому что никогда не знаешь, когда придёт там в следующий раз медведь. И кому он придёт, да, и кто будет его отпугивать. То есть поэтому как бы закупили вот сейчас вот фальшвейера мне пришли, ракетницы придут, и я думаю, что в ближайшие месяц-два-три я полечу в Андерме, будем там встречаться с людьми, будем обсуждать, как мы будем дальше взаимодействовать. Вот в Уськаре тоже с главой мы общались, прекрасная глава, вот к ней, допустим, белый медведь в этом году пришёл в мае, в майские праздники, прямо на доме, ну, прямо, грубо говоря, у неё на дому, на крыше сидел белый медведь. И ей люди просто, соседи позвонили, сказали, ну, там, Евгений, у вас белый медведь на крыше находится, поэтому будьте аккуратны, берегитесь. А на самом деле, ну да, вот человек идёт, он там просто по ошибке какой-то может не ожидать, а может вот прозреть. Поэтому ещё очень важно, чтобы в каждом населённом пункте были системы оповещения. Ну и, конечно, я хотел бы сказать большое спасибо вот этим людям, прежде всего тем людям, которые там живут, которые оберегают не просто себя и не только своих близких, но всех проживающих в этом населённом пункте. Потому что там есть дети, там есть старики, которые не могут, ну, реагировать быстро и помочь себе. Вот эти люди как бы достойны уважения, за что я сам лично хочу сказать большое спасибо. Вот. Ну и не стоит забывать, что у нас же при администрации, при департаменте природных ресурсов, в Центре природопользования существует группа реагирования по вот этим вероятным конфликтам. Есть специалисты, которые могут предпринять случаи, там, каких-то критических ситуаций, когда уже животное не уходит или ещё что-то. То есть они могут при нашей поддержке, при поддержке администрации, ну, среагировать, скажем так, выехать на место, усыпить животное, вывезти его. Ну и, в общем, работают ребята, молодцы. Вот. Это что касается вот медведей. Может быть, вам ещё интересны какие-то другие темы по животным. Вообще у нас, наш фонд сейчас работает, в регионе у нас такая программа, есть три флаговых вида. Это белый медведь, это морж атлантический и дикий северный лень. Скоро, кстати, праздник моржа, да, День моржа. Где он будет проходить? На этот раз ещё будете удивлять гостей. День моржа будет, скорее всего, проходить уже традиционно во Дворце культуры Арктика. Вот у них прекрасный коллектив Дворца культуры. Вот буквально сегодня мы разговаривали о том, чтобы обсудить дату, ну, когда это будет проходить. Нам хотелось бы максимально удивить жителей. Мы каждый год придумываем что-то новое, да, то есть наши партнёры у нас поддерживают, за что им тоже отдельное спасибо. Я бы хотел бы выговорить. Вот заповедник, Неминский центр природопользования, центр арктического туризма, Дворец культуры, администрация. Я вот сейчас всех не упомню, если честно, но всем вам, ребята, большое спасибо. Без вас бы этот праздник не состоялся. Но основной его посыл — это в том, чтобы сделать массовый праздник для людей, прежде всего для семей на выходных. То есть у нас ноябрь месяц, уже темно, уже так холодно. Ну, хотелось бы, чтобы люди могли куда-то прийти с семьёй, где-то просто отдохнуть и получить для тебя что-то новое, узнать о чём-то новом. Естественно, праздников у нас сейчас много. Но этот праздник вот о моржах. И на этом празднике мы будем говорить о них, удивлять. Естественно, будут какие-то игровые зоны, будет мастер-классы. Дай бог нас поддержат наши предприниматели, и будут какие-то площадки, где люди смогут купить что-то местное, какую-нибудь кухню. Ну и, конечно, мы хотели бы что-нибудь сделать такое. Может быть, концерт, может быть, благотворительный показ фильма. Вот сейчас это всё обсуждается. У нас ещё есть два месяца. Ну и как бы... То есть он в декабре где-то будет, да? Конец ноября. Традиционно 24-е число, 24-е ноября. Но это день матери. У нас вот как-то вот выпадает оно рядом всё время. Но вот почему-то выбрана такая дата. Я, честно, сам не знаю. А почему именно день моржа, там, не день медведя? Ну, важно так сейчас привлечь к нему внимание. Ну, день медведя в конце февраля. И вот если говорить про Ниньский автономный округ, всё-таки мы регион, у которых медведи, ну, не постоя... Ну, они хоть и здесь и находятся, да, но они здесь не рождаются. У нас не зафиксированы на сегодняшний день ни одной медвежьей берлоги. Вы знали, что белые медведи тоже делают берлоги, к примеру? Но они это делают медведицы только. И в берлогах, естественно, появляется потомство. То есть цель другая. Не спячка, а появление потомства. Вот. То есть у нас как бы такая транзитная зона, я бы так назвал. Ну, так условно, да, научно-популярно, там, не знаю, языком. Вот. Опять же, если говорить про дикого северного оленя... Ну, то есть белый медведь — это скорее вот Чукотка и вот те восточные регионы. Вот. Если говорить про дикого северного оленя, то основная его популяция дикого северного оленя на сегодняшний день находится на Таймыре. Ну, то есть вот Таймыр — это прямо олень-олень. А если говорить про наш регион, то это морж. Вот Атлантический морж, Атлантический подвид моржа. У нас лежбище, причём одни из самых крупных лежбища Атлантического моржа. Для нас это некий такой вид-индикатор, который говорит о том, что в нашем море, в нашей части моря всё хорошо. Всё чисто, да. Да, всё... Ну, может быть, не всё чисто, но, во всяком случае, пока моржи есть, значит, ещё есть о чём задуматься, да. Вот когда моржа не станет, вот это тогда повод говорить о том, что в море что-то происходит не то. И большое спасибо, наверное, я бы хотел сказать Департаменту природных ресурсов, Центру природных пользования разработчикам и жителям острова Колгуев, потому что у них в этом году появился региональный заказник Колгуевский. Вообще, в целом, я хотел бы отметить, что этот заказник создавался именно с двумя целями. Первое — это закрыть последнее известное лежбище, постоянное лежбище моржей в нашем регионе. А второе — это, конечно, Колгуев — это уникальная территория, потому что на сегодняшний день на Колгуеве гнездится треть мировой популяции гусей, которые вот мигрируют к нам. То есть треть гусей там рождается. Вот, это как бы колыбель такая гусиная. Это уникальный остров, естественно. И когда при создании вот как раз там заказника учитывали все факторы таким образом, что вот люди, которые проживали на этой территории, но у них не было никаких ограничений, которые бы их касались, их обычной жизни. То есть они вот как живут сейчас традиционным природопользованием, там охота, рыбалка, вот они точно так же и должны жить. Это вот основная мысль как бы заключалась. То есть вторая история. Естественно, при создании заказника мы видим возможность внедрения и дополнительного финансирования в эту территорию. То есть и в том числе помощь коренным народам, коренному населению, которое там проживает. Вот в этом году там у нас, мы все знаем, проходил праздник День оленя при инициативе там Департамента природных ресурсов Ангелина Сергеевна Ордеевой. Вот мы тоже поддерживаем такие инициативы. И в данном случае им помогали немного. Вот. И сейчас вот проходил семинар по этно-туризму, этнологическому туризму в Наринмаре. Тоже как бы мы поддерживаем такие мероприятия и готовы дальше помогать общинам острова Колгуев и самим жителям. Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я думаю, что у нас не возникнет у жителей Ненецкого округа и Миши каких-то конфликтных ситуаций. И будем пользоваться вашими советами, если вдруг такая внештатная ситуация произойдет. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Это вам спасибо. Я всегда буду рад к вам прийти, рассказать. Вообще, в целом, всегда готов не только у вас рассказать, но в школах, допустим, для какой-то широкой аудитории. Кому это интересно, для этого мы, собственно говоря, здесь работаем. Будем ждать приглашения на праздник День моржа. Обязательно приходите. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня у нас в гостях был координатор проекта фонда «Дикой природы» в Ненецком округе Сергей Уваров. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова